Если ты хочешь знать, дорогой, о своей любви к Богу, посмотри на свою любовь к ближнему. Потому что невозможно любить невидимого и при этом ненавидеть тех, кого ты видишь. Это абсурд. И тут возникает еще вопрос. А как знать, что я реально люблю моих ближних? Вот как знать? Потому что, ну, я-то, может быть, их люблю. Они, может, не очень, я-то их люблю. И тут опять в этом же послании апостол Иоанн говорит, станем любить не словом или языком, а как? Делом и истиной. То есть любовь к ближнему – это не просто чувство. И не просто даже слова «брат, люблю тебя любовью Иисуса Христа». Это дело и истина. У вас бывало такое, что вот вы с кем-то дружите, с кем-то строите какие-то отношения, и человек пытается для вас сделать что-то, вот, реально делать, но такое чувство, что вот он как будто не понимает, что вы хотите, не понимает, что вам надо. Он делает вам то, что вам, в принципе, не то, что не нужно, а бывает даже, вы это не хотите видеть, а он это делает и делает. Бывало такое? Это как называется? Ну, медвежья услуга называется, да? Вот когда люди оказывают какую-то медвежью услугу, или еще говорят, хорошими намерениями вымощена куда дорога? Ва. То есть намерения у него хорошие. Он всеми силами пытается выразить любовь. Но ты думаешь, лучше бы ты меня не любил. Потому что чем больше ты любишь меня, чем больше ты проявляешь свою любовь, тем больше в моей жизни проблем. Потому что ты как будто не понимаешь меня. Не знаешь, да? Вроде бы дело есть, а истины нет. Есть другое, когда ты оказываешься с людьми, которые понимают тебя. Вы с ними разговариваете, и ты осознаешь, что этот человек тебя чувствует. Но при этом он никак это не проявляет. А бывает даже наоборот. Так проявляет, как будто он использует то, что чувствует в тебе, в своих корыстных интересах. Бывает такое? То есть как бы вроде бы истина есть, понимание есть. А дел соответствующих любви нет. Поэтому и она говорит, давайте будем любить не словом, языком, а делом и истиной. И таким образом, понимаете, у любви словно есть две опоры, о которых я и хотел бы сегодня с вами поговорить. И именно только когда наша любовь стоит на этих двух опорах, тогда она и является настоящей. Не то, что мы там себе понапридумывали, какая-то иллюзорная любовь, какие-то сантименты там, или там в чем-то ты находишь, в каких-то иллюзиях своих. Но вот реальная, настоящая любовь имеет две опоры. И первая опора любви называется эмпатия. Слово, которое в последнее время довольно часто употребляют, это слово вошло в наш обиход. Если по-простому определить, эмпатия – это способность понять и почувствовать переживания другого человека. То есть это умение ставить себя на место другого. Когда ты по интонации, по мимике, по поведению, по каким-то невербальным признакам чувствуешь состояние человека. Огорчен, что ему нравится, что не нравится. Ты как будто понимаешь это и чувствуешь это. Когда ты словно ощущаешь ближнего, ощущаешь его переживания, ощущаешь его эмоции, ты чувствуешь вот это переживание. И вы знаете, этот навык, он чрезвычайно важен. Чрезвычайно важен. И он воспитывается с самого детства. Потому что, заметьте, когда маленький ребенок рождается, то он рождается абсолютным эгоистом. Он чувствует, что он пуп земли, и все должно крутиться вокруг него. И для него чужая боль, чужое несчастье, это часто повод для радости, для смеха. И поэтому родители, они должны воспитывать в нем умение сопереживать, эмпатия. Вот мой младший сын здесь сидит, и вот у нас часто возникают такие разговоры, вот, например, мы видим, что там с кем-то плохо, кто-то упал, кто-то споткнулся, кто-то стукнулся. И вы знаете, такая животная реакция. Ха-ха-ха! О-о-о! Я всегда говорю, подожди, 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 сынок. Вот представь себе, вот ты идешь, и ты падаешь, падаешь, тебе больно. Это же плохо. Да, но это же не я упал. Ну, вот, если бы ты упал, ты стукнулся, ты бы хотел, чтобы вокруг себя? Ха-ха-ха! Нет. Ну, а почему же ты смеешься над ним? И раз, задумался. Причем это, заметьте, все родители меня поймут, не с первого раза это учение работает. Нужно постоянно прививать своего ребенка, что если плохо кому-то, это не повод для радости. Ну, тебе же бывает плохо. Ты спотыкаешься, ты стукаешься, ты падаешь, ты оказываешься в какой-то глупой ситуации. Тебе же не хочется, чтобы над тобой ржали. Поэтому я помню, когда вот, всякие помните, особенно, когда показывали, раньше много старых фильмов, там немое кино, и там излюбленная шутка, когда там взять каким-то тортом и кому-то в лицо торт, да? И это должно было по мнению, ну, как бы вызывать торт. Я никогда такой радости вообще не понимал. Меня всегда смущали два момента. Первый момент, это, конечно, человек, он куда-то пришел, и, как правило, там в этих фильмах люди были в каких-то костюмах, иногда даже во фраках, красивые одеты, с бабочкой, и вдруг им прилетает такой торт, и я так представлял, сколько ему сейчас это отмывать и очищать. А второе, я думал о том, что кто-то же этот торт купил, там, как правило, большие торты были красивые, я думал, они, наверное, не дешевые торты, кто-то же купил, он же купил не для того, чтобы зафигачить кому-нибудь в лицо, он же как-то хотел кого-то порадовать вкусняшечкой. Правда же? А тут тортом. И поэтому я всегда удивлялся, когда вот что-то такое происходило, я смотрю, думаю, чего смешного? Ну, такая неприятная ситуация. Это такой чисто неразвитый, животный, ржачный детский юмор, из которого важно вырастать. Благодаря чему? Благодаря воспитанию эмпатии. А когда часто вот этого не воспитывается с детства, вот эта эмпатия, умение чувствовать эмоции другого, мысли, переживания другого, состояние другого, люди вырастают, он может быть взрослый, у него там образований куча, но эмоционально, словно неразвитый человек, люди не понимают ближних, они не то, что глупые, у них нет понимания ближнего, и в итоге проблемы, проблемы в отношениях, проблемы в дружбе, проблемы в семье. Сколько я вижу ситуаций, когда люди находятся на грани развода, приходят он и она накаленные, ситуации разные, а проблема одна, они словно не понимают другого, они не понимают друг друга, они понимают только себя, свое эго, я это хочу, я этого жду, а я это хочу, этого жду, и они словно как бы не чувствуют друг друга, и в итоге возникают всевозможные сложности, возникают всевозможные конфликты, и в обществе, и в стране. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,